ну что друзья мои у нас раннее утро ну не такой уж ранее я проснулся рано а время сейчас уже наверное 6 часов 30 минут утки наши пока плавают стрелок наш сегодня не пришел поэтому на душе радостно и весело радуйтесь и веселитесь поэтому мы маленечко радуемся веселимся и в этой радости весели я даже хотел с вами поговорить о том что душа-то наша а это чувственно эмоциональный орган и поэтому радуйся и веселись а также печалься грусти унывай и так далее там подобное это и есть качество нашей души и когда мы с вами думаем что в качество души входит ум там сознание какие-то наши с вами рассуждения и понимание то мы конечно ошибаемся больше того ошибаясь мы входе в некое такое заплуждение что именно от того что мы умные или знающие и понимающие мы есть душевные и верующие верующие а господь то нам показывает другое сколько мы знаем блаженных и мы знаем часто что они не очень-то дружат со знаниями так можно так можно сказать поэтому когда кто-то упирается в то что вот этот человек очень религиозный верующий а с этим человеком пообщаешься вся религиозность только болтовня болтовня ля-ля-ля-ля-ля-ля чувственности и того радостного состояния которое должно быть у души верующей душе потому что Душа тогда приходит в радость, когда она действительно уверовала в Господа И увидела, что есть у нее все, есть у нее защита Божья Есть у нее тот мир, в который она пришла Она наконец-то в нем возобладала Поэтому, если вы хотите в себе развивать действительно духовность То прежде всего развивайте чувственность А чувственность развивается лучше всего через созерцание Поэтому я не случайно вас все время вызываю на какие-то такие отношения С красотой, с природой, со звуками, с разными такими сокрытыми в природе Качествами, которые развивает нашу с вами чувственность И душа действительно приводит в радость, в состояние радостное Поэтому и сегодня я еще раз вам напоминаю об этом И напоминаю, хочу сказать, что, знаете, это для церкви, для религии Все заключено в понимании того, а к чему человек стремится И, к сожалению, к большому сожалению, у нас как-то прям вот общецерковно утеряно понимание Что мы должны стремиться не к мирской форме существования, а к духовной Не к мирской специализации, так можно сказать А к небесной специализации, где не инженера, бухгалтера, банкиры, водители и так далее Там подобное требуется А у нас как-то сейчас об этом все время роль Вот ты стань таким хорошим юристом или еще что-то И церковь тебе в этом поможет И ты становишься якобы хорошим духовным человеком А у Царства Небесного другие профессии Другие И эти профессии на самом деле и потребны В том числе и в этом меру потребны такие профессии Вы посмотрите, когда мы принимаем решение, что вот этот человек святой То мы же его обозначаем в конечном итоге А кем он стал? Каким святым? Святитель, мученик, праведник Вот такие мы даем ему обозначения Но ведь он им стал не, когда мы его признали святым и таким А именно проживая в этом значении, он и стал святым И стал святым Поэтому, конечно, очень жалко, что утеряна древняя часть церкви Которая после крещения воспринимала человек сразу святым То есть он святится Он получает Дух Святаго И он святится этим Духом Святым И все его отступления являются грехом Который стирает и опять святишься Ты опять святой У нас сейчас все время грешники Все грешные Крестились они, причастились ли они Никому дела нет до того Стал он святым или нет Вот он, можно сказать Появились какие-то новые Воцерковленные или не воцерковленные Захожане, незахожане Вот, а это же неправильно Действительно, после крещения, приняв Дух Святаго Человек становится святой И то, что он делает Оно идет от его святости Духовное делает И поэтому, отступив от этой святости Он теряет направленности делания И теряет свою сущность Вот эту духовную профессию свою Давайте так сказать Или дело свое Какие вот наиболее, грубо говоря Доступные и самые потребные Духовные профессии Ну, прежде всего, праведник 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 Это тот, кто творит правду Поняли меня? Праведник Правду творящий И правду творит тот, кто Придерживается не только Канонов, правил И того, что нужно жить на земле Но он их творит Он сам живет по этой правде И старается Тех, кто вокруг него живет В эту правду Включить И научить В этой правде жить И В принципе-то Церковь должна состоять Из этих праведников То есть Это можно сказать так Первая Ступень Или первая деятельность Человека Религиозного И она Вот эта деятельность Должна быть Всеобщей Больше того Церковь объединяет Праведников Те, кто Думает, что она Объединяет Тех, кто В храм пришел Или Тех, кто Подчинился Там Батюшке Старцу Епископу И так далее И даже Те, кто К чаше пришел И у чаши Сделал свое дело Это не так Церковь Объединяет Праведников То есть Те, кто Живут В правде В правде И в истине В истине Это еще Чуть-чуть Другая А вот Если Человек Вошел В правду Стал В среду Праведников Стал Праведником То он Может Выбрать В этой Праведности Уже И некоторые Свои Специализации Так Будем Называть Ну, например Стать Благодетелем Или Попечителем Или Учителем Ну, пастором Ну, конечно Ну, то есть Священником И так далее То есть Вот Из праведности Уже Специализация В этой Праведности Она может быть Более тонкой Более тонкой Вот Поэтому Если вы Думаете Что вы Человек Религиозный То Испытайте себя На праведности То есть Попробуйте Жить в этой Правде Конечно Это Обязательный Путь Для всех Что В правде Вы и гонимы Должны быть Как Господь Нам Объяснил И Всячески Ненавидимы И отрицаемы То это Ничего не значит Для того Мы с вами И Приходим К Христу И Крестимся В Него Во Христа Крести Хомся И Принимаем Все дары Его Чтобы Укреплять Свою Праведность И Радоваться Жизне Радоваться И веселиться Ну Ну Вот Такая Маленькая Вам Беседа После Всех Моих Молитвословий И созерцаний Еще раз Вам Маленечко Нашей Природы И На этом Мы Закончим Аминь Маленькая Маленькая